Друзья, всем привет! Вчера у меня видео не было, вы уж меня простите. Заболел сын и сразу мысль этого о чем, да, в нынешней ситуации. А вдруг это оно? В общем, меня это сильно вырубило. Сегодня ждем у врача. Ну, вроде как насморк и такая слабость вроде не похожа на те симптомы, которых сейчас все боятся. Так значит, что и сегодня у меня такой какой-то в мыслях еще не понять, что творится. Но, если что-то где-то буду ошибаться, вы уж извиняйте. Решила сделать печенье, испечь. Печенье будет медовое на сметанке. Значит, взяла 100 граммов, вот опять уже говорю 100, 200 граммов масла сливочного, 3 ложки меда, по весу это вышло 90 граммов, Значит, сахар понадобится 250, сметана 200, чайная ложка соды неполная, без бугорка, или замените разрыхлителем. И мука. Мука пока 500 граммов, скажу, сколько ушло. Значит, сейчас нужно вот это растопить и добавить сюда соду сразу. Сода хорошо гасится у нас медом. Поэтому растапливаю и добавляю соду. Смотрите, какая масса получается. Запенилась все. Теперь добавляю сюда сахар. Значит, соду я уже сюда добавила. Вот за счет соды такая пена и образовалась. Это она загасилась медом. Теперь добавляем сметаны. Вот это вот стаканчик 500 граммов. Ну, вот половину беру, даже не взвешивая, просто возьму половинку. Вот так. Я думаю, что тут уже будет 200 граммов по-любому. Все перемешиваем. Вот такая получается нежненькая масса. И теперь всыпаем муку и замешиваем тесто. Замесила 500 граммов муки. Тесто было жидкое. Я добавила еще 150. Оно вот, знаете, оно какое? Оно не совсем жиденькое, но и не настолько густое, чтобы его раскатывать. Смотрите, вот оно такое нежненькое должно быть. Формовать его можно, ну или немножко вот подождать можно. Оно такое все-таки остынет и будет такое погуще. Вот. Или же просто можно брать рукой, скатывать вот такой орешек, приплюснуть и вот так вот выкладывать на противень. Вот такой тесто получается. Прям блестящий, такой интересный. Вот. Сейчас будем делать печеньки. Теперь раскатала, взяла такую колбаску, нарезала на порции. Конечно, этот метод покажется вам, возможно, слишком муторным. Если так не захотите делать, то можно сделать обычно вот так вот. Нарезали, раскатали, прижали и вилочкой чуть-чуть накололи и на противень сложили. Испечется такое же прекрасное печенье. Я решила попробовать, опять же, тараканы мои. Тараканы мне не дают покоя. Вот. На торт когда-то я делала такое интересное украшение. Вот такие вот стручки гороха. Это было из мастики. Очень красиво смотрелось. Зеленая мастика была. И вот такие горошинки делала. Ну, там тематический был тортик. И вот, я думаю, может быть попробовать печенюхи такие сделать. Хочется мне попробовать. В общем, поделаю я так. Не знаю, как они испекутся. Вообще не представляю. Не пробовала. Не знаю, честно говоря. Так, ну ладно. И вот кусочек. Три горошинки. Можно четыре. На ваше усмотрение. Ну, детям это будет, конечно, вообще интересно. Это я уверена. Вот такие горошки. Вот. Получается вот так. В общем, получается не так уж и долго. Вот уже я сколько накрутила. И вот еще у меня сколько теста. Из этой массы. Разделывать тесто можно даже без муки. Только вот эти вот шарики сразу вот нарезала, когда и подкатать немножко. Все-таки они такие получаются. Жирненькие, мысленистые. Без муки очень даже удобно. Накатал по-быстрому вот таких вот шариков. И все. И накрыл. И краешки заделал. И получается горошек. Думаю, что будет очень... Ну, конечно, медовая выпечка, да. Она подразумевается темной. Мед при выпекании дает такой темненький цвет. Ну, а это не страшно. Главное, что будет вкусно. И вот так. Не знаю, таких печенек я не видела нигде. Может быть, кому, конечно, кто-то и делал. Краешки можно потоньше сделать. Горошеньки. Так, ну, в общем, сейчас я их все доделаю уже. И потом поставлю выпекать в духовку. Духовка уже нагревается. Ну, наверное, на 220 градусов. Вот так. И посмотрим, что получится. Я такое печенье еще не делала вообще. Первый раз вместе с вами. Доделала второй противень. Маленький вот получился. Несколько стручков решила сделать с четырьмя горошинками. И смотрите, что делала сама. Прям смешно самой стало. На что похоже? На улыбку, да? На улыбку похоже. Ой, прикольно. Как будто зубы. Выпекается первый противень. Поднялись они так хорошо. Будем ждать результат. Ну, вот и все. Наш горошек испекся. Ох, его родился у меня горох в этом году. Смотрите, какие получились. Разбомбила их, конечно. Вот такие вот они получились. Большие, пышные, мягкие. И ароматные. Медом пахнет. О, вкусно, вкусно, вкусно. Пока вот еще только что достала. Чуть-чуть он. Наверное, минуты две у меня постоял. Их сразу нужно вот так пройти, как бы от листа оторвать. Иначе потом они подсохнут. И уже, наверное, как бы не стали ломаться. Но я не знаю. Медовые коржи вот когда, если оставишь, оставишь на противне. Остывать. Он потом крошится сильно. В общем, вот такие вот румяные, красивые печенюшки. На разломе вот такие вот они получаются. Попробуем. Вкусное медовое печенье. Очень вкусное. Нежное, мягкое. Кто любит торт медовик и вообще выпечку с медом. Замечательно. Ой, с молоком, с холодненьким. Вкуснота. Ну, в общем, если вы решите побаловать своих деток вот такими горошинками. С тручками гороха. То я думаю, что ему очень понравится. Ну, все. Пробуйте. Рецепт. Вроде ничего там сложного нету. Такого заморочества уж очень. Легко, просто, вкусно. Хотела сказать быстро. Но, все-таки, относительно быстро. Нормально. Я их, ну, сколько? За полчаса, может быть, я их накрутила. Все вот эти вот шарики. Это же когда вот снимаешь, все это долго, кажется, пока-то все. Эй, это пока-то пока-то. А когда, если увлеченно и быстро делаешь, то это моментально. В общем, пробуйте. Все, всем пока. Всем желаю всего самого наилучшего. В это непонятное какое-то страшное время. Не знаешь даже, как к этому относиться. Вот у вас как? Я не знаю, как к этому относиться. Конечно, до сумасшествия у меня не доходит, чтобы там забивать, например, комнаты туалетной бумагой и гречкой. Но и, тем не менее, послушав все эти новости, что творится в других странах, становится как-то не по себе. В общем, берегите себя, своих родных, старшие поколения особенно. Не пускайте никуда из дома. И, если есть возможность, продукты закупить, принести, помочь как-то, сделайте это. Ну, все, всем пока. Всего самого доброго желаю. Субтитры сделал DimaTorzok